Итак, есть 1 миллион 275 тысяч рецептов сырников, которые вы, я думаю, просматривали, но мамин самый лучший всегда рецепт, а моей мамы так вообще идеально. Я вас приветствую опять на своем ютуб канале и сегодня готовим сырники, которые вы давно просили. Сырники я готовлю по-разному, люблю там и во фритюре, кстати, типа пончиков, но сырники и там нежные, вытекающие. Вера, у меня любят именно бабушкины сырники, которые плотненькие, хорошо прожаренные, проготовленные и на домашнем твороге обязательно. Так вот, я беру домашний творог, который делала мама. Это прям домашний творог? Прям домашний, с домашней коровы, с домашнего молока и я не перетираю его через сито, как рекомендуют для ресторанов, да, или там перебиваешь блендером или сито. Нет, мама просто вот его либо вилочкой, либо хорошенечко вот так ложкой. Смотри, ты ложкой делаешь какую консистенцию, видишь, сразу как крем. Творог должен быть обязательно жирный, не перетопленный, когда прогреваете, да, температуру не нужно превышать более чем там 60 градусов. Потом ему дать деликатно стечь и обязательно берите вкусное домашнее молоко. Вот этим я и люблю, потому что утром ты без блендера, без других всяких приборов раз-раз и сделаем. Хорошенько перетерли, добавили один яйцо на полкило, творога, одно, тоже домашнее, все домашнее. Мы в кризис, ничего не покупаем, все, что дома выросло, то и берем. Можно руками. Вера любит так, через пальчики. Я тоже дома когда готовлю, руками. Да. А ты готовишь дома? Да, я сырники готовил где-то полгода назад. Так, хорошенько вымешали яйцо, потом добавляем одну ложку, хорошую ложку манки и по-хорошему, в идеале, да, пока вы, я не знаю, там, подрежете фрукты какие-то или что еще к завтраку готовите, оставите, чтобы манка немножко взяла на себя влагу творожную и набухла, да, мама так называет, чтобы набухла манка. Манка поможет сиренчикам хорошо держаться и муку совсем вот в творог не нужно тогда добавлять. Вот, саплодином. И давай добавим еще ложечку столового сахара, да, то есть все-таки десерт. Можно и без, но с вкуснее. Так, вот такая вот плотная, однородная, одноцветная должна получиться масса. Понимаешь? Да. Да, супер. Мне сложно с кем-то общаться, понимаешь? Так, теперь хорошенечко. А муку не добавляем? Нет, в саму творожную массу не добавляем. Теперь мы ложкой берем копейка творога и формируем шарик. А как ты в первых выпусках, ты называла вот это, ложкой мы берем и формируем, есть название у этого? Нет, то есть ты ложкой формируешь кнеллю. Кнеллю. Кнеллю, но это не кнеллю, это шарко. А где это? Это перцы, по-моему, мы делали, да, и кнеллю ты там формируешь? Да, да, да. Кстати, посмотрите мой первый выпуск, самый такой, не знаю, амбициозный, с энтузиазмом, я так переживала, боялась. И там мы делали перцы под вино. Сейчас как раз, скоро-скоро уже появятся перцы дешевые на базаре. Вино никто не отменял вообще никогда, поэтому всегда актуально. В то видео, я думаю, всегда актуально этот рецепт. Так, катаем. Шарики, и так вот, уже сейчас обильненько мукой посыпаем. Оно, конечно, больше, чем надо, не возьмет. Ну, смотри, я думаю, чтобы показать три штучки тебе, мне и Вере. А Грыша, а Рома сейчас придет в гости, а соседи, а консьерж у меня все нюхает. Что вы там готовите? Звучит как-то так все, консьерж все нюхает. Ну ты что, я же у них тут звезда, поймаешь, хожу. Такая, ой, здравствуй, что ты здесь у меня готовишь? Что, гречку, кашу. А узнаешь консьерж? Да, да все узнают, все. Я стесняюсь, как первый раз, вот, честно. Нам надо фоточку в обнимку с консьержем, чтобы приложить его сюда. Да? Сфоткаемся? Дядя Юра. Сфоткаемся с дядей Юрой. Так, накатались шариков. Так, у меня есть спотула, я буду формировать спотула. Если нет, убери просто нож, побольше желательно. И теперь вот, смотри, почему они в ресторане, выходят такие пенечки рот. Вот так, чик-чик-чик-чик, приплюснул, чик-чик, перевернул. Красиво. Лишняя мука убралась, ушла, а сырник лег. И остальные. Слушай, Оль, а если кто-то, допустим, я, захочет в них добавить изюм, на какой стадии это делать? Вот, когда замешиваешь, добавил яйцо, и потом добавил изюм. Понял. Но изюм лучше замочи перед этим. Чтобы он был более сочный. Да, да, либо в сиропе, либо в водичке просто кипяченую, чтобы он не забрал влагу из сыра. А, идеально, вообще шикарно. Можно клюкву сухую добавить, вкусно будет. Свежие ягоды не рекомендую, оно сделает мачмолу или как ты называешь это. Лучше со свежих ягод тогда сделать соус какой-то, да, на быструю руку. Так, наши пенечки сырные готовы. Пошли жарить. Сковородка греется. Масло растительное. Очень вкусно жарить на кокосовом массе именно сырники. Оно, кстати, сейчас вот есть и недорогое, поэтому можно себе позволить. У меня, если честно, просто еще вот есть чугунная сковорода и блинная, поэтому я жарю на блин. Еще не отзавелась всем хозяйством, ну. Ну, это же страшно, да, Клюш? А большая должна быть температура у луфа? Не-не-не, ты что, очень важно, чтобы температура была выше средней, чтобы образовалась корочка, но при этом они проготовились. Если сырники не проготавливаются, и мы их переворачиваем, вот тогда они начинают ползти, вот тогда они не держат форму. Нам нужно, чтобы не горели, да, а чтобы готовились, готовить как мясо, в принципе, постепенно проготавливать, потом перевернул, и тогда они держат форму. Иначе, вот, получается, вот те блины, вот, а, что не так, не тот рецепт, это. Пробуем рукой, чтобы нам было так прям тепленько-тепленько, и аккуратненько их ставим. А ты смотришь не по времени, а по цвету, да? Да, да, по цвету, который внизу. Ну, так четко во времени прям сказать не могу, но это точно минуты 4 вот с первой стороны. И с одной, я помню, мама, когда меня учила их жарить, то всегда ругала, когда я рано начинала, знаешь, лезть к ним, переворачивать. Она оставляет, мне кажется, больше 5 минут. Потому что ты когда не засекаешь, так все. Ну, еще один, да, улезет? Угу. Вкусно их. Оп. И давай малыша вот этого последнего, Верочкиного. Вера любит сырники. Обожает, обожает, это ее любимое после блинов. И фишечка моей мамы в том, что сырники, она потом еще протушивает немножко в духовке и делает это с яблоками. Яблоко есть круглый год, поэтому рецепт универсальный. Шкурочку оставляем. В курсе я вот такой ложечкой нуазет удаляю сердцевину, да, там, и попку. И нарезаем тоненькими-тоненькими слайдами. Я не знаю, откуда это пошло. Мне кажется, что это вот у нас в поселке делают некоторые хозяюшки-налистники, да, блины с творогом. И тушат их тоже, прокладывая слоями яблочки. А мама делает также и сырники. Это вот реально мой вкус детства. Почему-то. Так, я хочу потоньше. Это надо паралюбовника. Не режет нос. На дно формочки, в которой будешь их тушить, кладем немножко сливочного масла. Присыпаем чуть-чуть сахарком, чтобы карамелизация такая себе пошла. И потом яблочки. А наверх сырники? Да. На площадку. Сейчас идем. Сейчас идем на площадку. Вот так. И еще чуть-чуточку сахарочком и пару капельчик масла. Тут не страшно. Знаешь, тут 2 грамма там, 3 грамма. Плотно посадила все. Вот так. Угу. Называем эти мои кубочки. Так. Так. Сюда иди. Это еще можно... Возорить. и не румяные но они это шатом что я говорила тебе могут поползти вот видишь когда он не допекся изначально вот это специально сделала чтобы видели в как делать нельзя или как может быть если не придерживаетесь правил вот так нельзя и с этой стороны также минуты четыре другой стороны и теперь сразу же их перекладываем формочку мама там кастрюльку и кичи котелок сразу со сковородкой когда у меня такая baby форма маленькая все не поместится так один опять немножко сливочного масла уже в чем-то надо и накрываем яблоками кто любит можно корицу добавить но мамы все ли не накрывать яблоками а что бабушка не накрывал не вкусно короче дети всех сдадут никакой фольгу они накрываем и обычного сколько я помню я знаю у нас моему соседка у кого-то были тоже вкусненькие она добавляла еще и сметану туда и тушила прямо в сметане но мы не мама не мама только яблоки масла и сырники и отправляем в духовку минут на 15 температура вот 180 градусов больше не надо 15 минут чтобы яблочки так притомились 15 минут прошло достаем быстро чуть-чуть красоту у нас всегда ставилась эта штука прям посредине стола и каждый сам себе кирюшка правильно накладывал накладывал брал каждый сам себе брал да вот самый смак самый вкус это там внизу эти яблоки сейчас попробуешь все поймешь какие супер нежные они из-за того что побыли в духовке в сиропе немного аж такие нежные прям да 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 вот за это у нас их и любили сейчас не на час куша поменяли сейчас люди любят прям чтобы корочка была хрустящей да внутри я не вообще яблок класс я всегда выедала и сами яблоки там сырник 7 1 а яблоки выберу все 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 и конечно же побольше холодненькой сметаны сырники горячие яблоки ароматные карамелизированные сочные сметанка холодная пусть им будет вкусно и хорошо как у мамы под подмышкой спасибо что со мной продолжайте там колокольчики сердечки я вас люблю до скорой встречи